философия часть 1 мысли судьбы жизненные проблемы поиск правильного пути невеселые времена невеселые времена у каждого человека в жизни бывают невеселые времена вот этот ручей если не будет идти дожди высохнет его не будет я сейчас нахожусь в парке пенсильвании это находится тайлор парк бакс каунти вот здесь вода широкая и спокойная и вот эти жучки плавают сверху с этой стороны узкая камни она бежит она бежит не успокоенная сейчас я постараюсь сконцентрировать свой рассудок и сделать видео хитросплетениях судьбы жизни воли говорят что человек неволен то есть человеческая воля не является критерием человеческих возможностей а судьба а я считаю что каждый человек своей волей своими действиями делает свою жизнь это философский вопрос который обсуждался еще начиная от сократа и кончая нашими временами если жить и любоваться природой быть подальше от людей это наверное самое лучшее что возможно для человека или с животными животные понимают человека человек не каждый понимает животных сейчас вечер без 15 8 я фиксирую время потому что потому что наша жизнь тоже фиксируется временем которые мы сами скорее всего придумали потому что во вселенной как мне кажется нету времени время просто нужно человеку для того чтобы найти какую-то точку опоры и найти свое место в этом вечном движении природы природа движется таким образом как движется времена года как движется день и ночь сменяет друг друга как движется вода и и человек хочет подражать подражать движению природы и поэтому человек отсчитывает свое время но когда солнце идет на закат время ускоряется я помню что когда я был маленький я хотел быстрее вырасти я хотел стать взрослым я хотел узнать эту жизнь получше а сейчас когда уже на закате да и время тогда шло очень медленно как нам казалось сейчас время для меня идет быстро я не замечаю как проходит день неделя месяц год десятилетия этого не замечаю во первых я это не замечаю потому что я потому что я уже очень многое видел хотел сказать все видел нет конечно не все ночи многое видел я видел многое на моих глазах проходили жизни и смерти и вот даже сейчас когда я вижу труп это труп это умершее дерево которое когда-то было маленьким зеленым а сейчас осталось от него только это могила а вот там вот там куда мы сейчас пойдем мы это я говорю я и моя камера потому что рядом со мной никого нету можете посмотреть вокруг нету ни кого и вот я пойду сейчас к этому водопаду потому что он живой там ко мне наверно придут другие мысль спуск к водопаду тоже непросто вот эти корни корни деревьев которые цепляются за жизнь своими корнями и они живут за счет влаги воды которая дает эта река но в то же время они преграждают путь тем кто хочет двигаться но человек опытный и человек если он физически здоровый не инвалид то такому человеку легко преодолевать преодолевать эти небольшие дорожные трудности если же человек ограничен либо физическом либо психическом плане то конечно же такой человек не сможет пройти этот путь прегражденный камнями и корнями очень красивая местность самое главное в этой местности что вокруг никого нету только природа природа остатки человеческой деятельности вон видите майка чья то висит и деяния природы вот камни деревья и и вон пустая банка от пива эх людишки когда я смотрю на эту падающую воду в том состоянии психологическом а может и психическом которым я сейчас нахожусь я вижу всю жизнь а именно вот все идет хорошо вот вы видите все идет хорошо все идет хорошо казалось бы все идет хорошо вот граница спокойствие полного спокойствия вот граница спокойствия потом происходит падение потом происходит нечто очень мощное падение воды и потом все восстанавливается и вдруг откуда ни возьмись появляется три рыбака их не было откуда они взялись откуда они взялись их же не было вот я не останавливал камеру съемка идет подряд появилось три рыбака значит если бы я сейчас совершил суицид самоубийство то наверное они бы увидели это и попытались может даже спасти а я же этого не хочу поэтому я не буду производить самоубийство а я буду смотреть на спокойную воду и успокаиваться ну не настолько успокаиваться чтобы так совсем а только отдохнуть перед началом второй части смотрите вторую часть вот и и и и и и и и и